Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Снова в школу. Накануне 1 сентября Александр Студнев и Ирина Рынейская навестили воспитанников дома семейного типа и пациентов детской больницы. Я уверен, что 1 сентября у нас пройдет, как всегда, с замечательным праздником. Пожелать им здоровья, пожелать им успехов. Что подарили детям? Обгорело 70% тела. Бобручанин, который выбрался из горящего дома, умер в больнице. Отравление продуктами горения, ожоги первой и третьей степени, 70% тела. В чем причина ЧП? Попало под колеса на социалистической такси, сбило пешеходов. Были пщения, телесные повреждения. Что с пострадавшей? День открытых дверей у футбольного клуба, успехи в борьбе с ковид и прощание с летом. Чем удивит горожан первый день осени? Накануне 1 сентября председатель Бобруського горосполкома и депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси навестили воспитанников дома семейного типа и пациентов детской больницы. Александр Студни, Ферина Рынейская подарили учащимся школьные наборы. Максим Кембель подробнее. В гости к семье Карахановых Петрушко приехал мэр Бобруська Александр Студнев. И, конечно, не с пустыми руками. Сладкие и канцелярские подарки к началу нового учебного года. Чай с тортом. Дальше разговор перешел в теплую дружескую атмосферу. Александр Студнев отметил, для ребят очень важно внимание и забота, ведь это одна из составляющих социальной политики государства. Также городоначальник выразил уверенность. Бобручане понимают, дети – наше будущее. А День знаний – особенный праздник для всех. И подаваться на призывы бойкотировать его горожане не будут. Я уверен, что 1 сентября у нас пройдет, как всегда, замечательным праздником. Дети придут вместе со своими родителями на линейку. Учителя будут ждать с волнением этого прекрасного, замечательного дня. И я уверен, что мы все вместе смотрим наше будущее уверенно и с пониманием. Здорово, что наше государство и наш мэр не забывают большие семьи, где в самом деле сложно собрать много школьников одновременно. А еще приятно, потому что это не просто мэр, это хороший человек, с которым мы просто могли обсудить какие-то проблемы, поговорить о каком-то насущных делах. И он как человек нас понимает, как папа понимает эти проблемы. Поэтому очень здорово. Мы получили радость, удовольствие общения и просто удовольствие от того, что к нам пришли гости. В преддверии Дня Знаний депутат Палаты представителей Национального собрания Ирина Рынейская навестила школьников. В подарок ручки, линейки, тетради. Все самое необходимое для школьников. Мы пришли сегодня совместно с организацией «Белая Русь» поздравить таких деток, пожелать им здоровья, пожелать им успехов, радости и новых побед в новом учебном году. Портфель собран. С новыми силами ребята уже завтра начнут новую главу в жизни. Максим Кембель, Максим Галеонко, Бавруйск, 360. В стране выздоровели и выписаны из больниц 70 468 пациентов, которые успешно побороли коронавирус. Зафиксированы свыше 71 тысячи человек с положительным результатом на COVID-19. Врачи провели порядка 1 532 тысяч тестов. Такие данные приводит Минздрав. Тем временем Минобразование разрабатывает программу удаленного обучения школьников на случай второй волны пандемии. Уже одобрены методички для каждого класса. Теперь ведомцы создают общую образовательную платформу. По словам международных экспертов, переход на дистанционное занятие негативно отражается и на усвоении программы, и на темпах обучения. Но позволяет беречь здоровье учащихся. Такси сбило пешехода. Авария произошла в субботу около 4 вечера. Водитель за рулем Роно Логана поворачивала налево с улицы Ленина на социалистическую. Женщина переходила дорогу по зебре и попала под колеса легковушки. В результате ДТП пешеходу были причинить телесное повреждение, с которыми она была госпитализирована. Обе участницы ДТП двигались на зеленый свет. От столкновения на капоте осталась мятина. В ГАИ заявили, что по факту происшествия проводится проверка. Купание закончилось трагедией. В Березине утонул 15-летний подросток. ЧП произошло в воскресенье в районе так называемого Гусиного луга на границе 5-го и 6-го микрорайонов. По информации Могилевской областной организации «Освод», компания молодых людей отдыхала на берегу. Один из них решил нырнуть. Прыгнул с берега и ушел под воду. Спасатели выехали на место происшествия по тревоге. Водолазы извлекли тело из реки. «Освод» напоминает, чтобы купание не закончилось трагедией, нужно соблюдать правила поведения на воде. Район, который прозвали Гусиным лугом, печально известен. Каждое лето там тонет по несколько человек. Очередная трагедия произошла около года назад. 11 июня 2019-го погиб 14-летний мальчик. Чтобы не подвергать жизни опасности, стоит купаться в специально оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Стали очевидцем происшествия? Бьетесь над решением доболевшей проблемы? Есть эксклюзив. Корреспонденты Бавруск-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Бобручанин погиб при пожаре в собственном доме. Сообщение о возгорании по улице Московской поступило спасателем накануне. 75-летний хозяин смог самостоятельно выйти из полыхающего помещения. Пенсионер сильно пострадал. Медики забрали его в больницу. Пенсионер был госпитализирован в реанимационное отделение учреждения здравоохранения Бобруйская центральная больница. С предварительным диагнозом отравление продуктами горения, ожоги первой и третьей степени 70% тела. Утром 31 августа в реанимационном отделении мужчина умер. Пламя повредило веранду, пострадали стены и вещи. От крыши дома остались обугленные доски. Причина пожара устанавливается. Изменения экспортных пошлин на углеводороды, итоги Кубка страны по пляжному волейболу и новый этап освоения космоса. БГУ планирует запустить очередной спутник на орбиту Земли. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Новый научно-образовательный спутник БГУ планирует запустить в космическое пространство в 2021 году. Распоряжение подписал Александр Лукашенко. Разработали и изготовили устройства сотрудники, студенты и аспиранты ВУЗа. А сразу 10 белорусских предприятий включили в Евразийский реестр промышленной продукции. В списке МААС, Амкадор, Витебские ковры, Камволь. Среди преимуществ – возможность участия в госзакупках на территории России. Первые тендеры пройдут уже на этой неделе. По данным МАРТ, список предприятий, внесенных в единую базу, будет пополняться. С 1 сентября в Беларуси вырастут экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы территории ЕАЭС. Такое решение принялся в Мин. В предыдущий раз ставки менялись 1 августа, также в сторону повышения. 72 упавших дерева, 31 населенный пункт без электричества, 16 поврежденных домов. Спасатели и коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Минской области. Накануне порыва ветра там достигали 16 метров в секунду. Сообщения пострадавших нет. Названные обладатели и призеры Кубка Беларуси по пляжному волейболу, который завершился в Гомеле. Победу отпраздновали минские спортсмены Александр Дедков и Павел Петрушко. Среди женщин сильнейшим оказался дуэт Виктории Секретовой и Елизаветы Чабай. В состязании участвовали 26 мужских и 13 пар представительниц прекрасной половины. Футбольный клуб «Белшина» провел день открытых дверей. С выше полусотни юношей продемонстрировали тренером навыки владения мячом. Лучших претендентов пригласили в спортивную школу. Максим Кембель тоже забил гол. На стадионе Александра Прокопенко многолюдно. На зеленый газон вышли будущие звезды футбола. Более 50 мальчишек от 6 до 12 лет. У Белшины день открытых дверей. Поле разделили на 4 сектора. Каждая возрастная группа выполняла отведенное задание. Обвести фишки, выйти на ударную позицию и попасть в створ ворот. Упражнение, в котором мальчишки демонстрируют свою технику. За претендентами на место в клубе следили судьи. Тренеры красно-черных. Среди них и главный коуч Дмитрий Мигас. Без родительской поддержки ничего не будет. Если родители включатся в работу с тренером, начнут помогать, участвовать в развитии своего ребенка, то, конечно, это в плане ребенка, в первую очередь, это интересно, экипировка Белшины, выезд на какие-то турниры, даже неофициальные соревнования. То есть, как бы, все, конечно, на начальных этапах тренеры, родители. Основной задачей Дня открытых дверей этого мероприятия является отбор наиболее перспективных ребят группы начальной подготовки и учебно-тренировочной группы. За игрой наблюдали и родители юноши, поддерживали их, где-то даже подсказывали. Для начала нормально. То есть, забрасывать не будем, будем дальше совершенствоваться и ходить, да? Да, конечно, обязательно. В прошлом году, точнее, мы приходили, нам сказали, что мы маловаты, нужно немножко подрасти, и можно прийти в этом году попробовать свои силы. Ну и как он себе? Ну, вроде бы неплохо. Ну, вам понравилось? Ну, я смотрю, что он активно себя проявляет, как бы, в основном ведет мяч, один из лидеров. После окончания просмотра фамилии лучших попали в шорт-лист футбольного клуба. Более 20 ребят теперь будут тренироваться в детской спортивной школе. Максим Кембель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360. То ли еще будет. Сегодня в городе разгулялся ветер. Горьгость с юго-запада временами разгонялся до 15 метров в секунду. На улице стояла настоящая жара. Днем столбики термометра разогнались до максимальных 28 с плюсом. Надолго ли тренд? Мария Бушкевич. Вот и лето прошло. День знаний встретит школьников в прохладной и дождливой погоде. Утром и днем в отдельных районах, преимущественно по юго-западной половине республики, прогнозируются грозы. Объявлено желтое метеорологическое предупреждение. Дополнит картину порывы северного ветра. Ночью столбик термометра покажет от 8 до 17 тепла. В светлое время суток воздух прогреется в диапазоне плюс 15, плюс 27 градусов. Тем временем в Азии бушует стихия. Наводнения на востоке Индии унесли жизни 17 человек. Паводок на реке Маханади затопил более 3000 деревень. Люди были вынуждены забираться на крыши домов. Повреждены сотни дорог, смыты сельскохозяйственные посевы. Спасением пострадавших занимаются десятки групп реагирования. В результате сильных наводнений в Бангладеш погиб 251 человек. Причин такого количества жертв несколько – утопление, укусы змей, удары молонии. Из-за муссонных дождей, которые назвали самыми сильными за последние десятилетия, разлились две основные речные системы Гималаев. Треть страны оказалась под водой. Затоплены дома, дороги. Так или иначе пострадали полтора миллиона человек. Тетради, ранцы и цветы. Завтра тысячи школьников вновь сядут за парты. Погода в городе на Березине. Праздник не омрачит. В день зданий синоптики прогнозируют солнце. Завтра в Бобруйске ожидается переменная облачность без осадков. Ветер подует с северо-восток со скоростью 5-7 метров в секунду. Вечером возможны порывы до 11. В светлое время суток воздух прогреется до 21 градуса тепла. Ночью похолодает до 16 выше нуля. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!